...финансовое включение, полномочия от поселения на спальни район передами, но финансирование в размере 2,980 тысяч рублей, но в настоящее время не поступило. Соответственно, работы не выполняются. Запланированное соединование в размере 1,960 тысяч рублей перераспределяется на уровне цели, фактированных числых садовских районов, 607 и фото Кингисейка, и поселок Кингисейк. По данной строки 15-го года заклонировано средство на присоединение детского сада на 155 мест к главным сетям поварула сумеем приема 247 тысяч рублей. Работу выполнена в данном объеме частично выделено дальше. В 2014 году прошло окончательный расчет 284 тысячи рублей будет предназначено после подписания акта технологического соединения. В этом сетям 15-го года. Детского сада на 155 мест на корене цели улетен в сетях. Планируется осуществить конкурсную документацию от штук на сортале 15-го года. Когда планируется начало строительства? И планируете? Извините, пожалуйста. Опять переговоры с предприятием конкурсной документации. Я надеюсь, что они все-таки выполнены. И в заключении будут устранены начало строительства, пока не пройдет. Что надо? Подскажите. Что вы их подготовили для предприятия? Это основание на первом уровне, то есть в сельских и городских поселениях. В данном случае полномочия муниципального района. Единственное в данном случае это в рамках межведомственной комиссии оставлять контроль за подготовкой сельскими поселениями в осенне-зимний период. Эта комиссия в муниципальном производстве на районах создана. С привлечением надзорных органов контроль проводился в течение всей подготовки в период. Выявлено замечание, с которым мы сейчас продолжаем еще бороться. В случае, что из-за межведомственной комиссии отопления по всем населенным сельских поселений и городских территорий. Идем в настоящее время по информации на вчерашний день, то есть на 6 число вечером мы управляем информацию к сводному правительству Ленинградской области из 528 домов на этой квартире района, которые подключаются к сетям централизованного теплоснабжения. В настоящее время еще остаются неподключены 48 домов по различным причинам. Часть домов в Ивангураде, основная масса, то есть после устранения аварийных ситуаций, у них производится поэтапное подключение. И частично дома в Устомерже, в Охолевском поселении и основная масса проблема в Куземкино. Также планируется на следующей неделе подключить оставшиеся дома по большому Куземкино. Финансовые средства еще областные не подошли. За счет собственных средств началась закупка материалов. Заключен контракт муниципальный с единственным поставщиком. И работы ведутся практически круглосуточно. На вчерашний день доложили, что выполнена сборка тепловой сети, выполнены вводы в дома, заменены. И практически подошли к ремонту котельной запланированного. То есть там разводное хозяйство восстанавливается. Завтра буквально начинается монтаж оборудования. И планируется где-то на понедельник, на 12-ое число, это запуск котельной. А то получается, что глава администрации бесконечного решения, а эксплуатирующие организации почему-то как-то к этому отнеслись. Я тоже хотела бы поговорить о том, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, Александр Николаевич здесь присутствует? Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вам известно, что распоряжение восстановления главы администрации на территорию Министерского района обязательно для исполнения всех, не только муниципальных органов, даже государств? 14,6. Выполняет распоряжение, конечно, мы нарушили санктив. То есть квартира была однозначно негатив 24 грамма. Даже подключив к температуре 2 числа 13 градусов, мы нарушали санктив. Были даже жадко, что очень жарко. Поэтому вовто снилось. Дело в том, что прежде чем сдавать такое распоряжение, надо было согласовать с нами. У нас не было теплосъемок у города Рекотейна, потому что работало во временем режиме. Не было теплосъемок, очень тепло в городе было. Так а вот, вы бы пришли в те квартиры, где холодно, как вы говорите, что тепло, а вот пришли бы, это люди бы объяснили. А не так, что телефон горячий в администрации начали не с 1 октября, а с 30-го. Значит, 28-го числа мы с вами подключили детский дом, больницы, 29-го, сатики, школы. Есть ресурсоснабжающие организации, а есть исполнитель коммунальных услуг, или управляющий, или ТСЖ. Не было заявок от них на тот момент, чтобы подключить какие-то живые дома. Должна быть. Обратно у нас есть администрация, ресурсоснабжающие организации, и, естественно, исполнитель коммунальных услуг. Здесь, наверное, не было этой среды. Ну, дело все в том, что, как правильно я обситирую Виктор Ильича, каждый год у нас получается, то воды нету, то воды. Мы знаем, что вы немножко отходили и спланили, не немножко, а реально ходили и обследовали. Наши нервные коммуникации, которые находятся в городе Передесе, мы своими глазами видели реальное состояние тех сетей, которые есть в домах. Даже сейчас реальность, если на 50% дом не можем подключить, потому что состояние вот такое. И мы давали акты готовности, которые, ну, так скажем, управляющие компании и ТСЖ до 1 октября должны были выполнить, 60%, ну, приблизительно, цифра я говорю, приблизительно, около 60% до 1 октября не было выполнено. Молотых является еще и обслуживающей информационной организацией управляющих компаний. Ну, в самом большой городе. И мы реально знаем состояние передомовых коммуникаций. Но денег вкладывается, но недостаточно. Реально невозможно даже обслуживать то, что, ну, есть такие старые фонды, старые дома, где реально, ну, все очень и очень хорошо. А сейчас, ну, вы, вот житель буквально приехал чуть-чуть задержался, почему? В приемной сидит, значит. Я хочу, чтобы у меня было тепло. Значит, в одной комнате есть, в другой нет. Я говорю, хорошо, я адрес не буду вызывать. Хорошо, давайте разбираться, вызываю это, а гостюр, в чем причина? Нам не попасть, нам, говорят, где храны какие-то, вентиляр, установили сарай какой-то. И реально сантехникам просто невозможно подать. Тепло. Вот в дом оно приходит, но по старикам никаким образом не подать. Хозяина нет, где его найти? Невозможно найти. Ну, работа-попроводящая компания, я думаю, фичер там. У нас эта проблема длится с года в год. Как раз, раз вам здесь, хочу задать вопрос, почему в детском саду полностью отключают горячую воду с начала лета и дают только вот осенью, когда уже вот все это происходит? У меня уваляются работники, текучка, помощников, воспитателей из-за того, что нет горячей воды. Значит, договорились и был договоренный с директором детского садика и АХК, это у нас уже в доме. Установить болеры. Ну, потому что в летнее время подавать полтора километра, по-моему, протяженность тепловой сети, которая, в общем-то, ну, и с изоляцией, это не очень все хорошо. Ну, не то, что не ритм, но просто глупо. Обровные затраты, огромные затраты на два, так скажем, потребителя. И была договоренность. Они согласились, что мы устанавливаем болеры. Насчет того, что работает один, остался один, я, честно говоря, кто-то на вас не знаю. Я думаю, что надо. Если есть проблемы, позвоните, я думаю, это вопрос мы решим. Хочу сказать, как мы четыре месяца живем. В мае закрыли больно, потому что нерентабельно. 16 июня у нас нет горячей воды, а сейчас и отопление. Я не знаю, как дальше быть. Дети маленькие, и холодно, и мыться. Простите, и лета холодная была. В речи не искупаешься. Вчера деньги полностью выделены. 14 миллионов рублей. Работы уже ведутся у вас в полном ходе. Завтра испытания теплотрассы. Завтра привозят новое мазутное хозяйство. Все на заводе в Петербурге изготовлено. В понедельник, дай бог, запускаем котельную. А на будущее депутаты должны правильно, объективно оценивать работу своей администрации. И кое-где, извините меня, засунуть свой нос, если видите, что что-то не так. Если бы осталась ситуация прежней, бы не пришел новый глава администрации, не произошли бы какие-то там такие моменты, не будем тут раскрывать все, то мы зимой разморозим весь поселок. Котельную запускали в таком виде. Ее можно было запустить, в том виде, в котором она была. Но она бы не проработала. Иванова Татьяна Варатна, заместитель председателя комитета по обзорбодействию, созданный в местном союзе. В общем, в общем, в этом вопросе. Сотрудничество муниципального образования Кингисепска муниципальной района. В настоящее время Кингисепска района в рамках подписанных соглашений сотрудничает с 9 странами. Федеративная республика Германия. В 2003 году подписано соглашение с городом Застин. В рамках подписанных документов официальные делегации обоих городов неоднократно посещали друг друга с дружественными визитами. Стали традиционными обменами группами молодежи и школьников. За истекший период было реализовано два молодежных проекта. В 2009-2010 года проект «Упрости юношеской литературы» против расизма и разждепного отношения к иностранцам за толерантность и культурное многообразие. В 2014-2015 годы реализация международного молодежного проекта, приуроченного к столетию начала Первой мировой войны, посвященного обмену военнопленным, проект находится в стадии завершения. В настоящее время молодежная делегация находится в городе Застин, где проходит заключительная встреча по проекту. В понедельник из Застницы вернулась официальная делегация Кингисевского района, которая принимала участие во встрече городов-картнеров по случаю 25-го годовщины воссоединения Германии. Республика Эстония. Активно развиваются дружеские связи, подписаны соглашения о сотрудничестве с городами Ихве, Нарва, Нарва-Иссу, Кухло-Ярве, Селомяя и уездом Ида-Вилма. В 2007-м году в сфере культуры, молодежной политики, спорта взаимные визиты музеевых работников обмен творческими коллективами, спортивными командами. Кингисевск дважды приняла участие Международная конференция Россия-Норвегия по вопросам сотрудничества в сфере культурного, спортивного и молодежного обмена, участия в совместных проектах. В 2006-м году Кингисевск выступил автором программных, главным организатором, принимающим стороной международного проекта «Молодежь Европы» с участием молодежи из пяти европейских стран. Координатором проекта являлся Центр дружбы и международного сотрудничества города Нарвег. К сожалению, в настоящее время сотрудничество ограничивается обменом писания. Республика Финляндия с 1975-го года Кингисевский район сотрудничает с городом Райсё. Согласно программам дружесного обмена делегаций представителей культуры, образования, медицины, социальной сферы, спорта, посещения города Бабратима, гимназий городов Райсё и Кингисев сотрудничают между собой. Был опыт обмена делегаций межшкольников с проживанием в семье, что позволяет лучше узнать быт и традиции другого народа, а также является хорошей языковой практикой. Пионерская организация города Райсё и скаутская пионерская организация Кингисев активно сотрудничают, планируется проведение летнего лагеря в городе Райсё в 2016-м году. Республика Беларусь. В 2006-м году подписано соглашение о дружной и сотрудничестве со Светлогорским районом Гомельской области. За истекший период, практически 9 лет, состоялись многочисленные обмены делегациями районов. Неоднократно кингисевские предприниматели участвовали в экономических форумах Гомельской области. Состоялись многочисленные обмены творческими коллективами, молодежными делегациями. Стали традиционными ежегодные визиты школьников кингисев в международный лагерь в дружбе в городе Светлогорске. Коллеги, переходим к пятому вопросу. Обнесение изменений в решении Совета депутатов кингисевский муниципальный район за номером 941-22 об установлении расходного обязательства муниципального образования кингисевского муниципального района в рамках расширения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имущественных хозяйств муниципального района. Со статьей 86 бюджетного хода Российской Федерации пункта 3 части 1 статьи 15 Федерального закона 2003 года номер 131 ВЗ а также Устал муниципального образования Кингисевский муниципальный район и областных законов 2013 года номер 82 ВЗ об отдельных вопросах организации правительства капитального ремонта общего имущества на квартирных домах Ленинградской области Комитет по управлению имуществом принимает расходные обязательства связанные с уплатой взносов на капитальный ремонт В связи с этим предлагается принять решение о внесении изменений в решение Совета депутатов 2014 года номер 941-2С в виде дополнения Дополнить пункт 1 под пунктом 1.9 по содержанию перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кингисевского муниципального района Здравствуйте За 17 Против Нет Учения Спасибо Восьмой вопрос Доходы увеличиваются в субсидии областного бюджета для мероприятий в сфере культуры для городского поселения и 3824 рубля это возмещение ущерба по сути защиты по сути передоходами Кроме того просим в пункте 22 решения в бюджете установить с 1 октября расчетную величину для расчетов должностных окладов и ставок заработных кладов педагогических работников муниципального учреждения в размере 7800 рублей Для этих целей выделить на повышение расчетной величины уважаемые депутаты уважаемые присутствующие за вашим минимальным представителем проект решения делегированных депутатов состав комиссии по подготовке и проведению будущих слушаний в проекту решения бюджета муниципального образования ГОoule 怎樣 Также в соответствии с положением порядка проведения публичного слушания по проекту решения бюджета муниципального образования ГОЛИ бюджета района утвержденным решением цели депутатов 386 2 с 23 августа 2011 данным проектом решения предложено делегировать состав комиссии по подготовке и публичных слушаний по проекту решения о бюджете муниципального образования Кагисевский муниципальный район следующих депутатов это две кандидатуры предложенные Ван Гайлин, Олег Геннадьевич и Рыбкин, Игорь Борисович. От 5 июня 2013 года были установлены расходные обязательства администрации, возникающие при исполнении отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержки и действительности и старших собесных лечений родителей. Данное решение было основано в соответствии с статьей 86-й бюджетного кодекса и областного закона 47 УЗ о наделении органов местного управления Нейнградской области отдельными государственными полномочиями по опеке и заключительству и социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся и лицевых числа. Это 47 УЗ от 17 июня 2011 года. Значит, в связи с тем, что в данный 47-й областной закон были внесены изменения, в решении Совета Депутатов вносились изменения в феврале 2014 года. Это решение Совета Депутатов за номером 88-32С от 19 июня 2014 года. И опять же, в 47-й областной закон внесены изменения в 72-м областным законам и в 55-м областным законам. Поэтому для того, чтобы соответствовало наше расходное обязательство тем нормативным документам, которые сейчас существуют, и вносит проект о внесении изменений. В пункте 1.2 положение вызвало участие изменения сокращенного наименования Комитета по образованию, а именно Комитет по образованию Администрации Комитетского Муниципального района. Уточнение краткого наименования требуется для приведения в соответствие учредительных документов, включения в сводные уместные учебники бюджетного процесса. К нашему вниманию представится проект решения о подтверждении положения о статусе депутата выборного должностного лица местного самовысловения Муниципального образования Комитетского Муниципального района. Проект решения подготовлен в соответствии со статию Сударного федерального закона 131 СКЗ, ст. 39 Устава Муниципального образования Комитетского Муниципального района. Каждое положение предъявляет права положения и регламентирует деятельность депутата Совета депутатов Муниципального образования Кингисепский муниципальный район, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования Кингисепский муниципальный район, устанавливая гарантии, права, обязанности, ответственность, а также ограничения в связи с осуществлением принадлежащих на полномочах. Принять данное положение, указав следующее, что указанные пункты вступают в силу с момента принятия устава. То есть положение будет действовать пока вот без этих пунктов. В заключении администрации указано как раз на эти пункты. Вот, в принципе, такое решение. Шестнадцатый. О удержении положения, о порядке условий командирования депутатов-депутатов в Кингисепский муниципальный район. Номер 74, АПГ 1337. При осуществлении депутатских полномочий как в органе местного самоуправления, так и вне его, например, во взаимоотношениях с избирателями, все депутаты обладают равными правами и несут равные обязанности. Таким образом, условия осуществления депутатами депутатской деятельности на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности не имеют правового значения для решения вопроса предоставления гарантии на возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Повышением квалификации и компенсацией транспортных, почтовых и иных расходов, связанных с осуществлением указанными лицами своих полномочий на непостоянной основе. Все у нас депутаты практически осуществляют свою лидность на непостоянной основе. Семнадцать за. Спасибо большое. Награждение и благодарность депутатов в Кингисепском муниципальном районе. Антонова Елена Геннадьевна. Пожалуйста. 22 сентября проведено заседание комиссии по обзору кандидатов на присвоение звания почтовых гражданин Кингисепска муниципального района. Комиссия заседала в составе 11 человек. В состав комиссии входят три депутата. Соболев Сергеевич Иванович, Иванова Ирина Александровна и Парсакова. Они все также присутствуют на заседании комиссии. Рассматривались документы в порядке поступления на комиссию. Наступили документы на две кандидатуре. Это Розенка Александрович, губернатор Геннадьевского области, и Шуван Александрович, член общественной организации, жители благотворительных гражданин. Документы рассматривались в порядке поступления на комиссию. В ходатайство от присвоения почетного звания почетного гражданин Кингисепска муниципального района на губернаторе Геннадьевского области гражданин Кингисепска муниципального образования, и Миниципального области гражданин Кингисепска муниципального области. Пакет документов полностью соответствует положению, принятому. И, значит, в результате обсуждения данного вопроса, члены комиссии для области проголосовали за выдвижение кандидатуры гражданка Александра Юрьевича на рассмотрение в Совете Господа. Присвоение его почетного звания.